мир тебе сестра катюша расскажи пожалуйста твой путь к богу как христос тебя нашел у вас такая семья замечательная ну и можно сказать многие даже завидуют но кто белый кто черной завистью и всех интересует вопрос как вы друг друга нашли потому что но у нас такая можно с как-то игнать тихоныч горит нерешенный вопрос на вот этот вот семейный как найти супругу как найти супруга то есть это так важно для людей где их ищут да как вот господь посылает то есть надо дома сидеть и он сам придет или все-таки куда-то идти какие-то действия делать просто если я честно говоря не думала что вообще когда-то замуж буду у меня запросы были большие очень-очень запросы чтобы верующий был и много-много-много чего там у екатерины правильно ты же екатерина у нас молилась и но в итоге в интернете познакомились так все он стоп теперь начинаем значит расскажи пожалуйста вот как ты себя помнишь с рождения семья у тебя какая была верующая или не верующая не верующие рождение по хронологии до сегодняшних дней расскажи как у нас смерти как я когда родилась мама вообще не крещена была папа у меня тоже он может быть моченый крещеным это не назовешь но вот не верующий вообще абсолютно его все разговоры вере сводятся вот камень преткновения что у него что у дедушки вот когда патриарх там тряша служба у него посох там и вот там еще свечки вот две свечи и три свечи привязаны и для него почему-то эти свечки камень преткновению вере у дедушки так было покойного у папы его и вот у него почему вот не знаю вот библию тоже ничего не верит это все вот у меня фантастика книжки это вот библия тоже мало ли кто там что написал мне это все там просто честно грехи не дают очень тяжелые грехи семья конечно вот с папиной стороны очень папа и у дедушки склонность вот к спиртному скажем так вот поэтому семья такая вот бабуля как бы верующая да но тоже опять же на пасху свечку поставить там может на рождество в храм зайти поставить но не так чтобы вот что-то соблюдать поэтому всегда росла меня в детстве отдали конечно год я ходил в воскресную школу но опять же когда говорят вы детям вот вот дети ходят воскресную школу дома вырастают и уходят я ребенка была параллельно я ходила музыкальную школу я говорю почему-то я не помню сольфеджио конечно не помнишь ты а был открытый урок мы сидим у тебя взгляд на доске вообще не останавливается куда угодно там тут что-то уронила там тут там и в итоге я поэтому не помню что-то воскресной школе нам говорили ничего абсолютно вот поэтому уже уверовал когда уже в университете училась то есть что-то там глубине души так что-то там я верующая там душа то есть такое было какое-то вот определенно не было вот такого чего-то определенного даже вот у нас дома стояли книжки целый набор был книжек такая вот и женщина писала но она типа разговаривал с ангелами ну на самом деле понятно то есть экстрасенс ну прям так назывался откровение ангелы-хранители целая серия метод такая книжка вот и там мы когда читали все семью читали все женской частью семьи вот и там было легкое хуление на православие легкое ну прям такое вот его очень трудно заметить и один вопрос я запомнила мне вот прям такой у этих у них спрашивает она по этих духов почему ангелы вот форму там крыльев у них вот так вот почему так вот их так рисуют почему так а не горд мы можем принять и такой облик я уже потом когда библию читала и сам сатана может принять облик ангелы света уже все понятно да тяга вот уже вот в университете когда училась уже и даже вот к старшим классом уже пошло интересно вот вопрос спасения какой в чем спасение а вот эти книжки я читала там все сводилось к тому что если бог от тебя хочешь что ты стал инженером а ты стала ботаником все ты не спасешься как узнать кем я должна там абсолютно загадка века как почему стыковки до во все да вот и уже когда 2013 год пошел у нас есть родственники москве по папиной линии и они есть такое слово у нас выцерковленные то есть посты держатся вы живете в казани да да они в москве а тебе сколько сейчас лет 28 тогда было 2013 20 лет получается с копейками вот и они нас все время звали всей семьей вы к нам давайте москву там приезжайте там гости там все ну давайте загорелись а как может летом там сейчас вот пост рождественки да что там у нас универсиады там учеба там вообще не до того тут потом уже после рождества тоже не до того учеба давайте перед рождеством и такой самой недели поедем мы поехали самое удивительное было что они держит пост держит то держит пост полностью вот так сухоедение был они на мясо делали язык там все а сами там тертая морковка там что-то такое я удивилась потому что во-первых я у нас никогда не знала что православные миряне должны держать пост это что-то для монахов там для священников то есть никаких знаний не было даже когда в детстве спрашивала вот кого у взрослых католики есть православные там а чем отличаются и мне говорили ну там крестный ход по солнцу против солнца один слева направо справа налево там все то есть каких-то догматических исторических каких-то данных мне и взрослых никто там сказать итоге сами не знали ничего сказать не могли и уже вот тот год уже это удивилась так нет повлияло не думая то просто я ничего не знаю и как раз от накануне буквально вот может ноябрь декабрь где-то нашумевшая книга такая не святые святые этого священника тихо шахунова и мама переключал когда канал она мне очень читать любят и как раз ее прямо в топе прям вот среди книга по физике там какая-то на первом месте и на втором вот это вот книга и святые святые это удивительно вообще макарда почитаю купила почитал и мне давай почитать сначала я она как сказка так написано да да вот я сначала как-то не как это церковно как потом думу прежде чем а что он то суждение какое-то было надо это прочитать прочитала прочитал как изменилось абсолютное мировоззрение прям потому что когда так живешь вот кто-то там а там что-то экстрасенсы там какие-то там гадалки там еще что-то там не думаешь что духовный мир он реально действительно существует и действует на человека в ту или иную сторону но у меня пошло так вот я думаю я же ничего не знаю а у нас еще есть да у меня интерес надо же что узнать и родственники у нас есть тоже по папиной линии адвентисты то есть уже лет где-то 15 примерно они уже давно в адвентизме и все у нас пытались да у них газетка своя адвентистка выпускается свое время тоже на постоянно кидали свидетелей головы брошюрки свои это стержевая башня тогда была вот откроешь так ну вот в глубине души все равно то есть когда вот люди все кто уходят что я тоже никогда вот понять не могла глубине души ты все равно понимаешь это же не православие не католичество которые 2000 лет назад появились недавно почему-то уверен что там спасение если ты православный крещеный сходи там в церковь к батюшке спроси вот я была вот у этих у этих вот что вы мне посоветуете то что они говорят вот то то и то то там нет же то есть у нас родственники даже вот ломут с головой и нас все время пытались заманить вы к нам приходите там там лекции там курс постоянно у них вот этот вот лекции послушаешь и библию в подарок но никак вот нет да 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 вот этот заманить все время подались и все равно это чувствую что что-то не то понять не можешь и сказать не можешь они же вот регистрация то есть регистрация ты не секта значит из библии ничего не знаешь выразить не можешь а развлечение духов то внутри то я уже есть он же есть никуда не девается вот и поэтому уже когда вот этот период у меня пошел я думаю знаю и начала все вот изучать 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 осипова лекции там очень много не только там протестантизм католицизм буддизм ислам то есть все изучала и самое главное вот я же в университете учился у нас было очень много вот у нас доктора биологических химических наук очень верующие люди то есть когда атеисты говорят я там что это религия это далека от науки на самом деле просто они наук не изучали вообще даже например есть все сдать круговорот воды в природе есть еще круговорот различных химических элементов даже обычное озеро на примере обычного озера там просто такой круговорот друг с другом все так сходится так вот как часы да если что-то там сбой будет это все то есть и сами преподавательства стоит вот это все рассказывает объяснять игр это настолько говорит вот все вот так вот слаженно работа это какая-то да 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 абсолютно очень много верующих у нас было вот который у нас же все таки у меня предмет экология был специализация экологии и вот изучали постоянный несколько по нескольку раз там различных предметов эту эволюцию но это не мешало людям верить потому что люди все это знали а дар я так кто мою теорию докажет вот я в итоге я вот с исторической точки зрения вот осипов очень там много когда в лекциях он историческую часть складывает что они у них догматика какая и взгляд на православие то есть очень мне вот это вот именно помогло историческое вот на союзе осипова в интернете там его различные лекции потому что я тоже в это время смотрела осипова почему-то я как раз родила его тоже осипов так интересно его наверное везде как бы крутили да 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 такая популярность была такая и вот многие атеисты горят вот религии много там много но изучи почему много историческую часть даже просто изучишь и все становится на свои места история возникновения какие предпосылки были и как вот православие уже изучать начала уже у меня мама тоже много очень много за полгода там буквально вот если ты отцы уже пошли все 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 но никто вот самое что такой парадоксальный много книжек вот тысячи вопросов батюшки там все в таком духе вопрос был если написано в библии по поводу внешнего вида что женщина не должна носить мужскую одежду у меня искренне был вопрос по поводу брюк но везде это так ну ладно ничего страшного и брюки кавалерий из дурова там она сам себя за мужчину выдавала это вот об этом говорит что выдавать за мужчину это все это вот так вот почему я думаю если написано про вот одежду мужскую а брюки вот из мужского все-таки гардероба взята была излишним вот этот вот надеянность на священников то есть что они знают они закончили семинарию они наверное там святых отцов толкование изучили то есть не удосужилась сама прочитать толкование святых отцов на вот эти вот цитаты из библии такой вот конечно был протоксально это не надо это как врача мы тоже приходим но он же врач да все лучше знаю а то что тебе не помогает ничего тебя никак не смущает приходишь короче болит желудок врач так и пишет болит желудок потому что там желудочный может печень там не каждый же человек знает хорошо анатомию а чем вы лечились я говорю вот этим 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 и лечитесь поэтому вот так вот и пошло вот все вот изучала изучала уже только вот лет пять когда прошло уже с мужем познакомилась уже когда верующие было целенаправленно то есть меня с родственник хотели у нас же все-таки татарстан там татар много ну и что ты ну познакомься нет четко нет в церковь ходить посты соблюдать у тебя самообучение было правильно да и мама тебе помогала мама мама с тобой ходила в церковь да она и до сих пор ходит а вы вместе то есть ну вот видишься поддержка была с маминой стороны и пришла ты в церковь ну все так вот действительно церковь пришла многие вопросы конечно вот некоторые вопросы вот страну они пусть они все равно остаются 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 и только в последний там год-два вот у меня они только разрешились даже вот деяния апостолов и так далее вот эту часть нового завета как темный лес было то есть сигнаете тихоничем как познакомилась причем вот именно в тот момент у меня вот у меня и у славы тоже а когда ты о нем узнала игнать тихонич я как-то то есть никто вот как сказать даже я как-то на ю тубе давно был может вот три уже прошло увидела ролик этот выгнать этих на вечер там про он сидит игорь дубунов сидит и вот с точки зрения библии перевал дятлова то есть гибель группы вот на перевале дятлова вот я так посмотрела а все без цитата из библии из библии только стручок интересно столько цитаций ну дальше то есть дальше у меня не продвинулись я не стала там дальше вот на сайт там вот этот его заходить что-то у меня как-то застоприлось все и уже потом уже через славу я уже о нем как бы вот так вот узнала так ну и как ты славу нашла в интернете в интернете ты е-мое пришла в церковь нашла в интернете да потому что вот все время меня вот у нас такая парадоксальная ну не только в россии ситуация ну не важно там кто лишь бы замуж выйти у меня такого не было то есть если я замуж если мне бог даст то есть была именно вот какая воля божия если бог даст мужа то вот такого 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 и верующий чтобы там за здоровый образ жизни был там и чтобы там никакой не толстый не тощий там чтобы ветром не сдувал да у меня было прям у меня было там очень много требований вот и как-то вот просто есть такой сайт азбука веры называется и вот на нем вот он мне сам написал понятно значит можно там поискать да мы будем знать ну это очень конечно если это очень так сказать отфильтровывать очень много скажем так очень внимательно нужно быть потому что попасть всякие люди бывают это только воля божия потому что как я заказывала мне так бог и дал скажу честно но вы как в одном городе находились или нет да ничего себе то есть так как находились в разных противоположных частях города жили нас бог только мог свести вот через интернет потому что я никуда не выхожу тебя слушаю у меня вот знакомая есть она русская и муж у нее тоже русский и он как рассказывал а он верующий сам то есть у него веры нету но четко он себе искал вот своей вот своей нации то есть то есть религии нету но своей нации искал ему предлагали там вот татарочка там хорошие там все вот 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 он нет четко нет ни в какую нибудь только мне русская нужно вот ты нашел себе такое то есть вот мне тоже то есть в свое время постоянно добрые люди добрые советы вот иди в клуб познакомься что ты там дома сидишь то есть православному человеку в первую очередь в клуб знакомиться сразу иди иди куда нибудь да да или там где нибудь там у родственников там молодой человек работает татарин вот и я говорю даже вот я говорю как христианам это я говорю это никак нельзя ни в коем случае другой веры ни в коем случае то есть но люди у нас вот так вот за советское время привыкли что все никакой разницы нету там а потом уже начинает расхлёбывать к батюшкам бегают плачутся что и дети выросли и все и знакомая у меня даже вот на работе была она сама православная и в гражданском браке жила с мусульманином вот и уже ее давайте-давайте никак он мусульманин протекущий ему никак надо я говорю как я говорю это нельзя ни в коем случае даже вот у нее мама в шоке была мама пошла к священнику а священник сказал что ничего страшного то есть такое вот я конечно тогда это вот до знакомства со славой было вот и в итоге как то никак сделали а без регистрации а что это такое никак это мусульманская свадьба мула над ними читает молитву вот и в итоге а регистрации не было получается и очень много денег бухали в этниках а регистрации нету свекровь будущее сказала все денег нету ничего никак то есть она в грехе живет а он как вот с мусульманской точки зрения уже в грехе не живет и в итоге там целая история была и поссорились и он у нее были крест квартира ее была однокомнатная и священник когда свящала они же кресты вот над дверным проемом кресики такие маленькие он все кресты снял говорит я сначала внимание обратила вот и очень конечно тяжелая вот практика показала я вот и смотрю лично что ни в коем случае не надо другой веры брать конечно это запрещено потому что даже если сейчас не верующий а потом то есть ребенок вот родился он же будет воспитан мусульманской там еще в какой-то другой традиции это же не православный вот и я уже вот про себя вот так вот сказать никогда вот честно говоря я не думаю что я замшу иду потому что кто на меня посмотрит и на кого я могу посмотреть чтобы мне что-то понравилось что это невозможно то есть я честно думаю что это невозможно но я молилась Богу вот как будет воля Бога то есть будет воля Бога я то есть мне он пошлет не будет ну вот значит так должно быть как говорят ты свои желания открыла перед Богом а там Господь да я целый у меня целый список был не только там просто верующий то есть не просто так чтобы верующий был вот у нас вот в церквях полно одни бабушки там мужчин очень мало я вот для меня было чтобы наоборот было чтобы муж был более вот так сказать сильно верить чем жена то есть не жена даже мужа тащите наоборот вот и помимо этого куча требований ну ни в коем случае ни какие там чтобы квартира машина там еще что-то бизнесмен там ни в коем случае только чисто человеческие скажи скажи об этих требованиях то расскажи немножко ой целый список например ни в коем случае я вот не люблю сама фастфуды всякие чтобы молодой человек ни в коем случае не этот только за здоровый образ жизни никакие фастфуды ни в коем случае ни питье ни питье спирты ни курева ни в коем случае чтобы вот даже вот внешне чтобы понравился вот ну ни в коем случае не тощий то есть не такой внешне потому что ну а как чтобы что-то понравилось то есть есть такие вот такое телосложение у людей когда кожа до кости то есть ветром сдувает уже то есть вот такое чтобы ни крайности не было ни тут ни толстые не толще такое вот то есть такие вот требования чтобы в спорте что-то физически поддерживал то есть целые требования такие вот вынесла и свое время я увлекалась смотрением аниме таких японская культура такая и слава меня в свое время тоже смотрел по тексту смотрели аниме это просто вот я и сестру свое время на них подсадила к сожалению то есть это очень сказать влияет на душу человека у них все очень вот в японской культуре очень такой вот инфантилизм то есть им может быть 25 лет 30 лет а у них все инфантилизм то есть и от этого все идет то есть с реальным миром я вот сколько вот смотрю это так затягивает абсолютно никакой духовности в итоге очень тяжело настроиться на какое-то душевное что-то вот и уже как познакомились ну чисто на сайте потому что живем и в разных частях города абсолютно противоположных встретиться нам было в реальном мире вот ну никак так я никуда не хожу я тебя перебью ты вот как-то думала да как вот я могу познакомиться и вот у тебя мысль даже что могу я вот разместить а ты какую-то анкету да разместила там там есть сайт азбука веры там вот вкладка такое знакомство ну и вот там вот все равно как бы у тебя внутренние было да это ощущение может быть господь тебя так вот и и вел и какие-то мысли тебе вкладывал как да мне и со стороны тоже люди говорили ну хоть не клуб там хоть бы у вас православие же что-то есть угу я была настолько скептически я человек прагматичный нормальных людей там не встречишь я вот так вот была настроена и сомневалась и практически показалось что действительно очень тяжело очень много сразу начинают писать люди в возрасте люди в возрасте да свою выставила там же видно там и возраст то есть указывается когда люди за 40 пишут 25 лет человеку это немного странно для меня честно говоря я не тот человек который за большую разницу в возрасте все-таки дает о себе знать это разница вот и в итоге вот ну это в самый последний момент уже все я вот удалю вот сейчас один напишет все я больше нет нет я даже практика показала что ничего хорошего не жди и мне славик пишет плавник скачал последний вагон да да то есть вот так вот то есть написал начали переписываться буквально довольно таки быстро то есть мы в личку перешли и уже вот это было в конце апреля 2016 года и уже в начале мая уже встретились в живую то есть так а он как туда написал он тоже может быть что-то почувствовал или надо у него спросить не спрашивала честно говоря даже вот как-то я даже не спрашиваю особо так он когда поместил эту анкету он тебя быстро нашел ну может быть он сразу так вот раз и на тебя это видишь не спрашивала да не спрашивала да значит мы у него спросим я к тому что вот как господь да вот соединяет эти сердца это же так интересно обычно как говорят счастье подобно бабочке да когда мы его ловим оно от нас ускользает а когда мы уже свое внимание на что-то другое то оно тихо садится на плечо и вот оно рядышком ладно дальше дальше ну где-то ну вот от момента если вот знакомство то есть до момента свадьбы прошло ну год и два месяца где то если точно так не пять лет вот как люди встречаются такого не было но вы когда встретились вы уже поняли что ну что все да вот это вот оно и есть ну первые вот то есть у тебя какие ощущения были ну первые всегда нормально так вот когда вот то есть человека вот вроде еще не так хорошо знаешь и вроде понимаешь что ну ничего такого отталкивающего такого нету ну там первая любовь как-то такого нету нету характер не тот наверное я никогда не была так вот чтобы так вот ну в итоге сколько вот это было в начале мая получается встретились и если уж так вспоминать он же работа на военполиции вот и уже то есть полгода мы встречались получается и уже где-то в мы примерно в ноябре месяце его его отправляют в Сирию то есть на 4 месяца месяц в Москве подготовка и 3 месяца там как раз я честно говоря вот да там как раз тот период когда там активные действия были их их и всех угоняли то есть он сам не часто но вот отправляли их вот и уже перед этим вот как раз уже мне предложение сделал то есть полгода прошло шумит да там дверь закрыть можно к сожалению двери нет сам конечно тяжелое это было вот эти вот 4 месяца потому что тот как раз период был все знают ситуацию когда полетели туда группа хор во главе с вот этой вот забыл как женщину зовут постоянно ее вспоминают то есть благотворительность как они там погибли да самолет разбился целая группа разбилась самолета к ним как раз ехали хор и забыл женщину как зовут опасно опасно такая ситуация уже потом уже когда все все уже давно все уже так и думаешь ну что домой до паскова долететь я сама ни разу точно самолет не летала поэтому я очень с опаской отношусь к таким вещам может быть вот эта ситуация опасности она обострила даже немножко твои чувства можно так сказать может быть может быть а так вот так вот уже получается в марте в конце марта приехал он и свадьба уже было 28 июля период такой в начале петров пост потом успенский пост не включают надо период такой найти и одна единственная дата была 28 июля день вот этой памяти князя владимира вроде насколько я помню а как он тебе делал предложение расскажи ну так вот обычно он же очень до меня мы же в разных частях города живем сколько у него на бензин уходило денег не уходил на никогда потому что очень далеко ехать он ко мне мотался меня забирала еще мы куда-то ехали там вот и уже приехали когда к моему дому уже уже предложение машине сделала может в следующем году поженимся пойдем да пойдешь да ну у меня к слову у меня вот родители поженились через полгода то есть через три месяца после знакомства папа мэм предложение сделал неправильно а у меня мама ее бабуля четко по этому поводу воспитывала никаких то есть гражданских браков ничего ни в коем случае мужики все козлы прям так и это все все вот все четко и в семье у нас в этом плане строго очень то есть когда вот пять лет а живут то есть если предлагать гражданский брак значит не любят я вот у меня четкая позиция потому что вот многие многие истории когда предлагает парень гражданский брак девушка все нет ни в коем случае только свадьба а нет я не готов к серьезным отношениям то есть как так то есть гражданский брак предлагает так называемое сожительство а к серьезным отношениям не готов такой противоречия то есть значит просто не любят все то есть в этом плане все четко вот поэтому так вот довольно таки быстро было и понятно было что свой человек то есть то есть все вот абсолютно вот во всем абсолютно одинаковые взгляды то есть кроме того что я физкультуру не люблю по образованию читал физкультуры вот получил диплом вот и а так во всем абсолютно и в фильмах тогда вот фильмы всякие там вот абсолютно вот во всем совпадение вкусов и характеров потрясающе вот вот и уже когда вот свадьба была и после ну сколько после в каком году у вас свадьба была? это в семнадцатом а да в семнадцатом вот и уже может через год где-то моя мама она очень то есть здесь все слушает священников монахов там все и она и знакомые и кто-то сказал вот мы ездили в болгары в болгары ездили давай этот вот я начала слушать головина ей ссылку дали отца головина Владимира и она начала слушать 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 нам дала и уже давайте-ка на эту паломническую поездку и купила нам всем купила билеты то есть там предварительно заказываешь весной заказываешь чтобы летом поехать очень большая очередь была вот и мы вчетвером поехали то есть мама с сестрой и я с славой вот то есть на два дня где-то то есть там с ночевкой приезжаешь ой народу конечно там было ой кошмар там на исповедь я такой я такой очереди двое исповедовали и я столько вот честно говоря не видела и вообще никогда все битком битком и служб битком битком и вот так вот стоишь и взлет рубочий да да то есть уже после службы там скамейки расставляют все рассаживаются в интернете видно там и отец Владимир выходит и сам вон и проповедует и на вопросы отвечает то есть вот так славик он вообще скептически был конечно настроен потому что очень вот это вот у нас подверженность влиянию мнение священников кажется священники же не будут врать лукавить там еще что то а потом практика показала что вот когда начали отца Владимира нападать даже парадоксально были мы его смотрели какой-то там где на вопросы отвечает и потом нападать когда на него начали всякие ролики где он что-то там не так сказал и вставляют отрывы какого-то предложения одного вырванного из контекста который говорит там совершенно о другом а ты только что мы как раз только смотрели вот а тут вот известный авторитет не у нас священники которые часто по телевизору по интернету их видно они честно говоря врут откровенно врут и вот очень это конечно повлияло потому что пошатнулся так вот авторитет вот этот вот священников тотальная всегдашняя ложка как найти да и в плане вот даже известно известные юристы адвокаты все вот как вот проходила это то есть как его извергали из сана то есть уже заранее извергли уже ничего еще суда церковного не было уже все было понятно да да то есть к слову сказать мы ходили раньше жили на Ямашево когда там рядом храм архиерейского подворья то есть у нас сейчас почивший митрополит феофан был и он своего туда поставил настоятелем вот откуда вот он приехал он с собой привез свою команду и настоятель своего человека туда поставил Игнатия отца Игнатия и сейчас отец Игнатия его сделали митрополитом у меня же муж работает в аэропорту уже то есть как бы то есть вот этот момент когда вот он то есть после вот этого вот Сирии то есть понятно уже будут постоянно командировки а женатый человек ну как вот это вообще дома будет и он написал заявление на увольнение то есть у него заканчивался контракт и заявление вот это было где-то в сентябре и в итоге проходит то есть заявление написал все и потом уже вот такой вот вот ну как эту же работу искать это все и может а на год можно продлить у него был до этого три года контракт и он думает все-таки продлить на один год а заявление уже отправлено в Москву в министерство вот сверху мы сказали все мы остановим заявление все контракт чтобы контракт продлить все нормально будет и проходит время объясняется что ничего не остановлено и все то есть контракт не продлен то есть его заявление на вот увольнение то есть оно подписано все вот и в итоге начинаем молиться вот это вот у владимир головинаш вот это аккаписты аккапистом николаю чудотворцу молились и в итоге через через славянного отца там знакомый николай николай тоже зовут молились николаю чудотворцу и отец николай там в итоге вот не отец николай который там работает в аэропорту им нужен был человек на вот группа быстрого реагирования там такая фармира сформировалась ну то есть он уже с декабря получается уже начал работать на новом месте вот так наши потеряла нить потеряла нить хотел еще о чем-то сказать ну владимира вы были это потом с работой так и и получается нагнать их аначе потом да как-то вышли да еще что-то хотел было забыла забыла бывает вот и отец владимир вот как раз началось вот это вот его изверх решили сад отца владимира и отец владимир в каком воду из своих вот видеороликов то есть говорил оба гнати техничи что я по сравнению с ним мелочь да вот ну и слава решил посмотреть интересно же что вот что отец владимир там харизматичный такой человек вот так отзывается и он вышел на вот игнати техничи на его ролики вот я уже потом уже то есть потом поскольку поскольку вы стали жить у славы да ты переехала да 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 кстати да я вот о чем хотела сказать вот к чему это все делалось у нас же строится уже достраиваться собор казанской иконы божьей матери а к слову строится центре города где на маленькие батачки очень очень много церквей а центр города не жилой район жилых районов церквей не хватает а тут начали в центре города собор строить который честно говоря лучше в другом месте но так как исторически стоял там вот это возрождение нового собора когда феофан пришел он же очень был такой вот карьерист то есть вплоть до патриарха идти карьерист а для чего то нужно просто вот из таких вот отца владимира таких вот источников было что вот договоренность была просто с властями то есть что болгары у нас сейчас как мусульманская святыня болгары а тут вот христианские православные паломники болгары ездят к отцу владимиру то есть такое противоречие чтобы чисто была мусульманская святыня болгары зато вам вот пожалуйста собор стройте то есть такая договоренность чтобы и когда отца владимира сана решили за тоже решили сместить их не митрополита которому отне отец владимир относился вот это место то есть это не татарстана вот соседний регион вот и на его место то есть то есть феофанс предложил вот у нас вот отца Игнатия который был настоятельным в нашем храме то есть когда они туда ездили то есть в аэропорту так как Слава работает он вот их видел как они вдвоем в Москву летели то есть и с ними разговаривал что даже такой разговор был про бороду уже Слава тогда начал отращивать бороду и у него отец Игнатия говорит ну чё ты вот ты хоть подровняй тут вот тут это он говорит ну библия написано вот так так и так он говорит да чё тебе библия ты меня слушай то есть настоятель такое вот сейчас уже митрополит такое сказал вот и когда начали слушать Игнатия Тихоновича он на него вышел я уже там подключилась смотрю вместе ролики там смотрели всякие вот конечно был несколько таких вот поворотное такое вот это событие потому что всегда считаю что ну какая разница как крещен крещен ну вроде ну моченье моченье все священники там а там и песком и слюнями и там и так и сяк даже самой вот тоже не удосужившись как то вот посмотреть вот какие вот там советские соборы как они там постановили на этот счет то есть к слову у нас есть вот такая вот сестра Наталья Усата она как говорила то есть у нас есть такое слово крещение а у них там в Германии нет слова крещение у них там прямо так и говорится погружение то есть смысл погружения не просто у нас как крещение без разницы какой а именно погружение вот и конечно первый момент когда узнаешь что ты не крещеная это шок как это да я уже лет пять в церковь хожу как я не крещеная ну по всем вот по всем вот пунктам то есть когда начинаешь разбираться действительно оказывается что так оно и что это мочение окропление там голову там мокрой ладошкой там помочили или вот у меня как бабуля рассказывала я в интернете так ребенка когда начнется же как ребенка крестить чат с водой и существенник окунает ступни раз два три а ребенок без одежды то есть ничто не стоит его погрузить в чат что не мешает то есть да 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 ничто не мешает ну нет и я то есть у меня судя по всему так то есть как бабуля рассказывала меня вот так же чуть-чуть помочили вот и уже конечно стал вопрос то есть вот вообще Игнатий Тихонович очень конечно влияет так вот потому что до этого момента было абсолютно непонятно вот Библия то есть читали какие-то там что-то там какие-то притчи о виногрядарях которые непонятны вот к чему вообще уже вроде сейчас кажется какая легкая притча все понятно тогда даже вот вот это вот ничего не понятно тем более уж там где они апостолы где идут где вообще ничего не понятно то есть такой момент настал вот резкий такой вот начала открываться вот писать смысл о чем говорится вроде простые слова то есть да непонятно было вот и начала открываться глубинный смысл да вот свое отношение вот именно что что оказывается ты вообще абсолютно неверующий то что до этого было абсолютно неверующий то есть без разницы там ну ладно там у тебя пост ну сделает этому человеку пожарь курицу там хочет там кто-то из семьи курицу ну пожарь то есть хотя бы непонятно любовь любовь вот да да то есть все мирское было абсолютно и праздники празднуют там всякие которые я честно говоря не любила потому что всегда сопровождалась выпивка я человек не пьющий никогда ни разу не пила и не собираюсь вот и не любила никогда одну вот постук поскольку потому что всегда вот как бы ты ждешь что-то от праздника даже вот сейчас Новый год люди что-то ждут чего-то а это что-то не наступает да да оно же не наступает потому что да да то есть грехи они как были так и остаются с грехами человек бороться не хочет ничего делать не хочет чудом что-то хочет получить вот раз и все да 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 вот все мирское было вот угождение миру то есть у нас православие есть такое угождение миру заигрывание толпой да также вот с бородой тоже первая реакция Слава когда сказал бороду отращивать для меня был просто страшный сон что у меня муж будет с бородой на тот момент первая реакция была такая как ну как это ну как это же мужей священник ну уже потом поскольку поскольку начали разбираться ну действительно если библии написано то есть уже на следующий день я все ладно раз библии написано четко то есть ну вопросов нет что называется как написано значит так и надо делать а не так то есть выбирать что мне нравится я соблюдаю а что мне не нравится я не буду соблюдать я немощный я немощный я еще там это да да я это пропущу выбор выбор такой был то есть стоил либо с миром либо с богом то что когда с миром это и платок не носить ну все же там и брюки ходят это же все как все будь как все мы же не монахи да а я еще да да а я когда в начальном только начала изучать я везде читала кто становится истинным христианином то есть резко портится отношения с окружающим миром мир против тебя восстает у меня такого не было я думаю почему уже когда с их познакомиться было понятно почему то есть с миром было потому что все мирское все абсолютно то есть что-то там посты как-то и держишь ну ладно церковь по воскресеньям субботом ходишь ну ладно то есть такое вот то есть перемена себя то есть такого не было поэтому а ну кто-то матронушка что ли говорит главное вы никому не говорите что верующий скрывайте да 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 чтобы другим не было как-то вот неприятно рядом с вами да 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 у меня даже вот на предыдущей работе одна знакомая там была она спрашивала она сама наполовину татар вот и не крещеная и мусульманской своей как бы абсолютно мирской человек любит гадание там очень любит гадание суеверия там гороскопы всего классический вот у нас россияне скажем так и она мне спрашивает вот я не крещеная вот я вот после смерти куда попаду ну я четко сказал то есть в ад у нее реакция как нет я в это не верю то есть все ну а какая раз веришь не веришь я спросил и все ответил вот так и даже вот к слову есть такой вот ролик из протестантизма православия кто перешел из протестантизма православия несколько младых людей рассказывают как у них это было из разных конфессий там их них ни за дно у них тоже стоял вот этот выбор община и бог то есть когда уже они поняли что их вот эта вот община это не церковь у них вот для них это главный вопрос то есть тут же люди хорошие хорошие с ними это друзья мои я с ними там вот с ними все время уже сколько лет там же любовь опять же да да то есть и они уже рассказывают что выбрали они вот какой выбор бог люди которые вот искренне хотят спастись которые уверовали выбор то есть когда выбирают бога соответственно то есть мир начинает отступать то есть даже вот платок первое время тоже вот реакция какая платок надо носить у у у у у у у у что понятно они все равно не работают никуда не ходят и все равно там платок посидеть там был там платок натянули все равно то есть потом то есть начинаешь думать думать а наоборот же это все как раз и хорошо то есть на руси исконно носили платок все если посмотреть картины там фотографии дореволюционные длинные юбки платье платок погонник такой под платок который надевается сейчас все думают это все мусульманское как мусульманка даже некоторые советские фильмы вот которые есть там а почему как мусульманка одета бабушка два платка там и завязаны а то что мусульман это да у христиан они да никто даже на икону богородицы не посмотрит у нее тоже рисуют не рисуют волосы там какой-нибудь синенький голубенький какой-нибудь под платком что-то натуральный хиджап называется да полностью покрыта вся да первое время конечно уже перед крещением мы собрались на крещение потерявку как раз это в июле приходит на июль на начало июля после поста вот и конечно туда ехать самое тяжелое для меня было три километра три тысячи километров на машине я зарегалась лучше ехать на машине я когда свое время отдыхать ездили с родителями в крым другие другие места все на поезде там на поезде это дежурно не то что на машине вот и перед этим я уже пред крещением надо надо носить платок тяжело было надеть конечно платок потому что действительно и люди что скажут и как отреагируют ты его надела получается перед самым крещением да ну да где то может за неделю до поездки где то так потом работала да я надела вот с мамой на одной работе работаем мама-то посмеялась вот на работе конечно ну где там как раз совещание было время сразу люди подумают что я ислам приняла я им объяснила что и как ну удивились ну ничего директор сказал там еще поговорим на эту тему ну как бы разговору больше на эту тему не было как будто начнем зато на работе некоторые долгое время потом ой тебе кто-то мозги промыл тебе промыли мозги прям вот вот я группа библии вот так и так и так когда начинаешь цитаты из библии говорить ли вы человеку начинаешь говорить цитат из библии вот потому что потому что вот так и так и так четко затыкают в прямом прямом смысле рот мне рукой затыкают лишь бы цитаты из библии не слушать зато тебе себе мозги промыли даже вот такие вот реакции ой что ты говоришь вообще да 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 библию да ее же меняли да я говорю где кто когда что меня с чего взяли почему православный человек это утверждает я не говорю там какой-то там другой конфессии какой-то там и ну как согнать этих ничему очень конечно чувствуется очень первое время чувствовалось конечно очень настоящий христианин то есть я еще за год так как с ним познакомились я ролик как-то смотрела виде в интернете ролик где он с игорем дабуновым сидит и с точки зрения библии духовной точки зрения на гибель группы дятлова а везде же полно было всяких вот ой там и на лотом и снежный человек и какие-то испытания там всякие вот эти теории которые сказки сказками вот и игнатий тихоныч там где все с по библии прямо одни цитаты библии там смотрел так интересно так все по библии так бодренький старичок такой все бодренько так по библии все рассказывать но дальше не стала смотреть дальше то есть на сайт заходить там почему-то вот что-то вот как почему не значит даже не скажу ну а может в это время смотрел да нет это вообще до этого еще вообще до этого где-то за год может даже и все на этом как все я дальше нет и потом уже через мужа когда уже через владимир и головина там уже начали смотреть по скайпу там вышли а вот то есть уже конечно то есть полноценно именно в тот момент но вот вы вместе смотрели и у вас все равно было во всех вопросах единения со словами так или вот на то что то там может быть не принимала то что игнать их андигаре было такое не то есть все что он говорит у тебя что говорит вот как по библии живут ну все по библии по канонам то есть какие могут быть вопросы далее были моменты ну как-то я не согласен так как бородой там первое то есть первая реакция потом уже на утро всю ночь это все думаешь на просыпаешь ну раз церковь постановила да и родители смирения в тебе стяжали с детства слава христа потому что вот мой папа до сих пор это не принимает бороду все время тот бородатый потому что неверующий и полностью мужской человек то есть его по библии до его вот он все это библия там у меня книжки вот фан книжка фантастики тут вот то и такой типа город там то есть это тоже это же фантазии 2000 лет тоже пройдет тоже там что-то скажет неверующий авторитета библии нет да абсолютно потому что это чтобы был авторитет это надо человеку меняться когда человек меняться не хочет тысячи отговорок это чисто это значит человек хочет оставаться таким какой он весь я как-то читала один атеист бывший когда мне говорят вот я атеист я там не верующий сразу задаю вопрос а вы сколько лет изучали вообще сколько лет изучали религию там христианство сколько лет изучали несколько один кутри но это вообще 15 лет изучал в итоге стал христианином человек искренне атеистом был искренне изучал что-то смотрел где что-то подкопаться есть такой фильм христос под следствием называется христос под следствием и где у журналиста жена уверовала я смотрела это да жена уверовала и он как бы подкопаться его это не устроило и он я дохожу то что он умирал и это доказать не удалось что там всякое всякое начинаю подкапываться и со всеми научить может человек там что он не умер там а просто был там в коме какой-то там спал на те то есть а все подумают что к знающему человеку с медицинской точки зрения пошел тот горнет это невозможно потому что потому что вот-вот видно свидетельство смерти вот по четко видно и везде пытался что он не воскрес там что это были галлюцинации коллективные везде пытался пытался в итоге сам уверовал наказал себе обратно вот и в итоге крещением поехали в июле на машине тяжелый это очень тяжело очень тяжело вот у меня три пробыли где-то 4 может недолго недолго наверно вы такие уставшие были что это такая была как как птенчик так смотрела на все не понимала где что вообще очень тяжело еще про плане то что пост а везде на дорогах были кафешки типа шоурума восточные восточные на все с мясом дороги магазинов нету везде проезжаешь уже когда города какие-то когда глубокая ночь магазины не открыты вот это вот на голоде я еще со своим весом для меня это проблема была чисто вообще тем более вот такая машина маленькая спать как втроем ехали потом уже новосибирске подобрали виталий калиникова 4 вот очень конечно тяжело только на поезде следующий раз не на машине ну да тяжко конечно а крещение само вот такое вот мне накапливалось до крещения какие-то вот возмущения там вот эти вот возмущения были там мне там как сидеть во время еды там например у меня все это все что-то накапливалось накапливалось и вот крещение день крещения из воды выходишь все чисто там чисто и чистый лист все оставили это я батюшки спрашиваю говорю батюшка а вот там все крестились грехи грехи ты грубоде остались ну то есть ты почувствовал до после крещения какое-то там перерождение сразу так легче стал такой груз да как пилигрима вот это все эти этот дом как там мешок с грехами остался там как и на тихонах закинул его за спину и свободный пошел вперед ну мама у меня вот она тоже же пути уже крестились одновременно мама же не крещеная была тоже когда замуж вышла и уже я крестилась и мама крестилась ну как и сис помочили то есть получается что мы обе не крещеные были ну и с мамой тоже постоянно разговоры на эту тему были и в итоге она договорилась рядом кран у них купель там есть священники знают и просто она там уже да слава христу но все равно вода как-то она где-то что-то она вам какие-то козни строят нет ну она излишне на священников авторитет священников не авторитет библии когда по библии там нельзя брюки носить мужскую одежду женщины она с этим нет она не соглашается не с платком не с брюка она просто не соглашать то есть может чек не пришел к этому не знаю то есть со временем видно будет но вот пока вот она вот так излишне авторитет священников скажем так ну одно дело ты сам не соглашаешься на другое дело когда ты еще и начинаешь говорить что ты должен быть такой как я особенно папа у меня говорил что если бы слова такой я бы не выдал замуж свою дочку за него если бы он знал что он так вот я уже смотрю я себе выбрал мужа как мой папа мне папа свое время милиции работал характер тоже вот так я себе выбрал точно такого же даже будет как-то неожиданно так был ну как ты выбрала ну да господь тебе выбрал но опять же по твоим желаниям по твоим молитвам чаянин слава христу у нас 50 минут получилось более развернуто благодарю тебе еще раз ну вообще не забыл потому что так вот когда рассказываешь что тут пускается все равно как вот и вот вообще представляешь вот свою жизнь вот эту христианскую вот что-то свое будущее как-то представляешь вот может быть и раньше ты говоришь что не хотела замуж до но все-таки же вышла и все-таки мужа просила какого-то а ты свою семью представляла вот каким образом там много детей там какие-то поездки куда-то паломнические или еще примерно так то есть ты хотела большую семью ну а вообще ты понимаешь что вот это вот я вот сейчас уже понимаю я думаю если у меня детей не было и я бы конечно была более свободная вот и вот эти постоянные переживания за детей все одно дело когда-то за чужих детей переживать своих и когда они какие-то поступки совершают это так тяжело все что бездетность то это благословение господне на самом-то деле вот я говорю это я сейчас осознаю и сейчас вот у меня внуки пойдут это уже будут чужие дети как хорошо что это будет не мой не горит а что ты 40 лет молода еще родишь я верни не него что нет никаких детей вот это вот действительно благословение когда ты можешь помогать там воспитывать чужих детей там где-то в общине или где-то там в разные до варианты есть может быть какая-то семья то многодетную вот и поэтому здесь вот еще надо подумать вот эта большая семья эти семьи заботы постоянные мирские не так отвлекает от дела божия что мы иной раз не понимаем чего хотим я тоже хотела большую семью и только сейчас я поняла что кати большая семья живи для бога а те кто семейные они вот как говорится их все это вот это уводит от господнего но это мое такое личное как это уже умозаключение через весь мой опыт какой все вот эти переживания насчет детей то ой я не хочу так ну слава христу за все благодарю тебя с богом спаси христос а сегодня нас 1 января новолетие такое определен ждем рождества христова вот наступающим вас давайте они ваше время